Про то, как друг Кадырова, кумир Кадырова, сбежал из Афганистана. Посмотри его, я там как раз объясняю, что будет с Кадыровым, когда не станет его покровителем в виде Кремля. Его постигнет такая же участь. Томсо, как считаешь, войдет ли Ингушетия в состав Ичкерии в будущем? Я думаю, нет. И не нужно, никаким другим государствам в состав Ичкерии входить не нужно. Мы будем рады, если любые республики Кавказа, они станут свободными, независимыми государствами. И мы организуем с ними какой-то единый союз, кавказские государства, наподобие Европейского Союза. Это был бы идеальный вариант для народов Кавказа, для государств на Кавказе. Я думаю, что это самая подходящая для нас модель. И нам нужно стремиться к этому, а не к тому, чтобы там кого-то принимать в состав республики. Томсо, привет, вот ты позитивно оцениваешь деятельность Навального, при этом ты прямо заинтересован в ослаблении РФ. Ты считаешь, что он ослабит РФ и чеченцы получат новое окно возможностей? Да нет, я просто надеюсь на то, что это будет приход адекватных людей, с которыми можно договариваться, можно о чем-то говорить, которые не будут мыслить империалистически. Ну и в целом его борьба, которую он ведет, это вызывает у меня уважение. Я считаю, что даже если враждовать, нужно враждовать с достойными людьми, а не с недостойными. Я думаю, что Навальный бы никогда не сделал подобного Кадырову, приближенным к себе человеком. Я знаю, что Навальный борется с подобного рода людьми и явлениями, поэтому это вызывает у меня уважение. А так, конечно, нет никакой уверенности в том, что это решит проблемы чеченцев. А так, как я сказал, даже если это не решит наши проблемы, даже враждовать мы будем с людьми достойными. Тумсо, просвети непросвещенного. Почему шариат – это закон Аллаха, где пруфы, так сказать, кроме Корана, нет ничего в этом мире, являющемся прямыми словами Аллаха? Шариат – это арабское слово, которое переводится как «закон». Просто так завелось, что когда говорят «шариат», уже подразумевают, что имеется в виду исламский закон, то есть мусульманский, а значит закон, который соответствует религии, нашей религии. На самом деле в этом нет ничего непонятного или странного. Это обычный закон. Только закон, который соответствует исламу. То есть здесь нет ничего, что противоречило бы исламским канонам. Вот это и есть шариат. Но благодаря некоторым не совсем, может быть, добросовестным, а может быть, просто невежественным людям, представление об этом слове, об этом термине и вообще о мусульманских законах, оно распространилось очень неправильно. Это сразу же у людей какое-то средневековье в голове, отрубание голов и так далее. Ну, конечно, нет. Все эти моменты, они регулируются. Короче, это закон, который соответствует исламским канонам. Вот и все. Томсо, будет ли свобода слова в шариатской Чечне, что поможет предотвратить погружение в мракобесие? Я за свободу слова. Я считаю, что это очень важный аспект в жизнедеятельности государства и общества. Без свободы слова государство деградирует. Так что я за свободу слова. Но свобода слова, она тоже является не абсолютной. Есть вещи, которые где-то эта свобода слова должна ограничиваться. Как, например, свобода слова в одной стране может ограничиваться в каких-то вопросах, в которых эта же свобода слова не будет ограничиваться в другой стране. Примером тому являются некоторые страны Европы, например, где нельзя отрицать публично, отрицать Холокост. Это ограничение свободы слова. И это общество поставило такие рамки, посчитав это необходимым. И они имеют на это право. Точно так же любое общество имеет право ограничивать в каких-то моментах эту свободу слова. В нашем государстве, конечно же, свобода слова будет ограничиваться в вопросах богохульства, оскорбления чувств верующих, неважно каких, в оскорблении, допустим, божеств и таких вещей. Это вещь, которая недопустима. В этих вопросах эта свобода должна ограничиваться. Будешь спорить, что есть немало сторонников Кадырова. Так вот, вопрос. Не думай, что при попытке свергнуть Кадырова среди вас вспыхнет гражданская война между самими чеченцами. Иван Романюк, я, по-моему, позапрошлый ролик у меня был про Афганистан. Про то, как друг Кадырова, кумир Кадырова сбежал из Афганистана. Посмотри его. Я там как раз объясняю, что будет с Кадыровым, когда не станет его покровителем в виде Кремля. Его постигнет такая же участь, которая постигла Дустума. Никакой гражданской войны, никаких сторонников у него нет. Его сторонники, это небольшое количество людей, повязанных с ним в крови. А каких-то идейных сторонников, вообще какой-то идеи, какого-то пути Ахмата Кадырова, ничего этого нет. Не существует. Это все фейк. Как только уйдут покровители, этот карточный домик развалится просто от дуновения. И Кадырову придется брать ноги в руки со своим семейством и валить. Как свалил Дустум. Если мы увидим там его сверкающие пятки, то это хорошо. Вот что ждет Кадырова. И никакая гражданская война, ничего подобного не будет. Да, какой-то период времени, конечно же, будет небольшая неразбериха. Конечно, безусловно, очень многие люди, которые сильно пострадали, они начнут возвращать то, на что имеют право. Но я думаю, мы это быстро устаканим, эти процессы, и правосудие у нас будет вершить государство. Просто какой-то переходный промежуток времени, да, конечно, небольшая неразбериха в любом случае будет. Как сейчас в Афганистане. Там сейчас тоже вот этот переходный такой момент. Еще не сформировано новое правительство, еще не все поняли вообще, что произошло. И там сейчас будут какие-то перегибы. Надо просто людям дать возможность устаканить свое государство. Надеюсь, в скором времени тоже увидим всех нынешних угнетателей в Чечне на крыле самолета соскакивающих. Амин, брат, амин. Я тоже очень надеюсь. И жду этого дня. Очень жду. Субтитры создавал DimaTorzok